Сохранить, не потревожив, воссоздать, не навредив. Сохранить памятник. Было принято решение направить из бюджета города более 5,8 миллионов рублей на проведение капитального ремонта посада данного здания. Данные работы были полностью поддержаны жителями данного дома. Жилой дом на Махлевского, как никакой другой, богато украшен декором. Это здание построено в стиле советского классицизма. Автор проекта – архитектор Николай Федорович Менде. Реставрация – не просто ремонт. В этом процессе важно трепетное отношение к деталям и строгий контроль за качеством всех видов работ. Самое главное – не спешить, так как сроки нас все время, конечно, поджимают. Но спешка приводит к не совсем хорошим вещам. И потом приходится их переделывать. Поэтому основная задача – не спешить, сделать качественнее. Пускай иногда с потерей по времени. Главным украшением здания, его доминантой является башня Бельведер, что в переводе с итальянского означает «прекрасный вид». Может, с крыши дома, конечно, и открывается красивый вид. А вот сама башня оказалась в плачевном состоянии. Специалисты, проводящие реставрацию, не рискнули подниматься туда без страховки. Штукатурный слой был полностью разрушен, находились на нем трещины. Окна тоже были утрачены полностью. Покрытие металлической кровли тоже было утрачено. Сейчас полностью все это будет восстановлено к первоначальному виду. Восстанавливать будут не только башню. Предполагается ремонт кровли всего дома. Кроме этого, отреставрируют разрушенную более чем наполовину балюстраду по периметру крыши. По окончании всех работ парапет будет выглядеть так же привлекательно, как декоративные элементы этой уже отреставрированной стены. За ходом работ внимательно следят сотрудники Департамента культуры и культурного наследия. Многоквартирные жилые дома-памятники – это достаточно сложная категория объектов в смысле реставрации. И вопросы реставрации решаются очень сложно всегда. И мы рады, что в этом году администрации города Иваново выделены денежные средства на реставрацию фасадов здания. И до конца текущего года данные работы будут завершены. С башней Беливидер, установленной на крыше многоэтажного дома, связаны несколько легенд. Одна из них гласит о том, что эта башня была пунктом визуального наблюдения за воздушным пространством в 40-х годах и позже. Якобы там сидел специальный человек и следил за перемещениями в небе. Но ивановские креведы эти слухи опровергают. Они не имеют под собой никакой почвы, просто это был элемент украшения. В годы войны, годы войны, вот у нас не было в Иванове такой возможности следить за налетами. Ну, ждали. Как Ивановская область была приграничной, Московская область, она была гораздо больше, чем сейчас. Она, естественно, была приграничена, и, конечно же, сотрудники НКВД, ПВО вынуждены были устраивать вот такие вот наблюдательные пункты, но, к сожалению, этот дом тогда еще не был построен. А если бы он был построен в годы войны, естественно, бы эта башня была бы очень нужна для того, чтобы следить за возможными перемещениями врага. А еще это здание некоторые ивановцы называют домом-комодом. Но не потому, что оно так изначально проектировалось. Например, как дом-корабль или дом-пуля, поясняют крыведы. Скорее, ассоциации возникли из-за формы этого очень большого здания, которое выходит сразу на три улицы – Красных Зорь, Марклевского и Кузнецова. Также интересен этот дом тем, что во дворе располагается фонтан. Однако он не действует с 60-х годов прошлого века, и восстанавливать его пока не планируется. Сохранить не потревожив, воссоздать не навредив.